Молодежный форум проходит уже в девятый раз. Без живого общения со сверстниками и специалистами здесь никак. В этот раз базовой площадкой выбрали школу в селе Подвязновский. Команды из разных городов и районов области приехали, чтобы поделиться опытом и, главное, прокачать собственные навыки. Больше им нравится сейчас продвижение себя, как бы рассказать о себе, что я могу заявить себя, что я могу сделать. И это помогает, как раз, данные площадки помогут продвинуться, рассказать, как правильно пойти выше своей головы, как бы прыгнуть об этом рассказе. Программа молодежного форума всякий раз насыщена и разнообразна. В прошлом году акцент был сделан на добровольческую составляющую, начиная от военного дела и заканчивая духовными скрепами. Но жизнь не стоит на месте. В этом году вектор обсуждаемых тем на площадках по желанию самих участников изменили на разработку грантовых проектов и медиапродукта, а также на встрече с представителями власти и знакомством с процессом IT-технологий. Мы заинтересованы в молодых спецах. Их нужно все-таки готовить со школьной скамьи. Я думаю, что этим будет интересна наша тема лекции, так как мир весь уходит потихоньку в медиа, в диджитал, и детям тоже нужно к этому приобщаться. Но самая актуальная площадка, как утверждают организаторы, это ProBusiness. Представители четырех крупнейших предприятий региона представили ребятам свою версию теории успеха. Со школьниками очень много работаем, проводим экскурсии. Мы являемся участниками программы «Промышленный туризм». Новое такое направление развивается. И, в принципе, мы очень широко открыты для любых школьников, которые будут являться нашими будущими рабочими. Мы видим в них наш будущий, наш кадровый потенциал. В работе форума приняли участие студенты, ученики старших классов, специалисты по молодежной и межнациональной политике. Была проделана важная работа по вопросам молодежного, межнационального медиапространства и толерантности. Итог этого форума для каждого на самом деле будет свой. Кто-то получит новые знания, кто-то конкретно пообщается с работодателем и будет двигаться в этом направлении, учиться и пытаться устроиться на работу на эти предприятия. А кто-то выберет для себя муниципальную службу, государственную службу, а больше об этом узнает и сможет работать потом в этой области. После познавательных встреч все команды снова собрались вместе, подвели итоги и предложили свои идеи на 10-й молодежный форум. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС.